Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено моим миниатюрам. Вот они все здесь. Вы будете сегодня видеть только мои руки. На это видео меня вдохновила великолепная, прекрасная Алиса Горбанза. Алиса, привет! Я с удовольствием посмотрела ее видео. Она показала также все свои флаконы миниатюр. Я обожаю вот этот формат. Они такие прелестные, такие красивые. Мне очень нравятся миниатюрные флаконы, поэтому я решила снять эту красоту и поделиться ею с вами. Итак, начнем. Вот все мои миниатюры. Ну, давайте начнем вот с этой коробочки. Это Hermès. И первый Number One, который я вам хочу показать, это Eau de Mervel от Hermès. Это, по-моему, классическая версия Eau de Parfum. Без подобной красоты аромат новогодний, праздничный, еловый, хвойный апельсинки, мандаринки. В общем, полная красота. Давно уже хочу себе его приобрести, но что как-то вот пока никак. Пока что-то вот другое меня перебивает. Мне нравится в этих миниатюрах, вот в этой конкретно, что ее можно носить как кулон. По-моему, это очень здорово. Так, первый пошел. Следующий. Прекрасный Jules d'Hermès в Eau de Parfum. Это, по-моему, тоже классическая версия. Ну, очаровательный аромат с красивым очень грейпфрутом, белыми цветами. Спокойный, свежий, аристократичный, элегантный, великолепный. Вот, знаете, вот все вот миниатюры, которые я вам сейчас покажу, ну, с редкостным исключением, я бы, конечно, хотела бы в большом формате, но вот всего купить невозможно, как говорится. Следующий аромат Hermès Un Jardin sur le Nil. Прекрасный, прекрасный, знаете, он пахнет мне дачей. Он пахнет мне дачей, он пахнет мне, ну, знаете, морковкой или какими-то, вот, знаете, свежими травами, которые мы в салат режем. Вот что-то такое летнее, дачное, отпускное, приятное, семейное. В общем, он такой, позитивчик, мне он очень нравится. Приятный, приятный аромат. Следующий аромат, вот в таком вот исполнении Hermès, что это у нас? Voyage. Voyage, я уже говорила в своем, простите, он немножечко заляпанный, в своем видео о ароматах Hermès, что этот аромат мне напоминает яхту, девушка-яхтсмен или мужчина за рулем, такой, вот, знаете, весь в белом, в классической такой шляпе. Ну, в общем, что-то такое вот отпускное, именно связанное с водой, с водой, с яхтами, вот, с какой-то такой вот приятной, расслабленной роскошью, может быть. Ну, вообще, классный, классный аромат для таких авантюристов, людей, любящих путешествовать, свежий, пряный, немножечко с горчинкой. Прекрасный, прекрасный аромат. Так, закончились Hermès, и давайте, вот, я вам покажу свои прекрасные яблочки от Нина Ричи. Ну, посмотрите, это, это просто какая-то невероятная красота. У меня здесь 4 яблока, и, честно говоря, вот прям больших отличий между ними я не слышу, найти не могу. Найти не могу, ношу их вообще-то крайне редко, ну, практически не ношу. Пару раз я их одевала, фу-фан, знаете, для весь, ну, повеселиться, знаете, и когда, конечно же, знакомилась. Но это такая красота, это вот, мне кажется, для любителей парфюмерии это просто вот, ну, сказка, вот эти яблочки. Они все очень сладкие, они все такие девчачьи немножко, юные, ну, не в плане того, что там их нельзя носить в возрасте до каких-то определенных лет. Нет, это я имею в виду юный не возраст. Я имею в виду, ну, что-то такое невесомое, легкое состояние, состояние души. Юными мы можем быть и в сто лет, знаете ли. В общем, такие они, знаете, полупрозрачные, акварельные, веселые. Веселые, я скоро буду снимать ароматы для вечеринок и, наверное, сниму эти ароматы именно в этой рубрике. Ароматы для вечеринок. Но они прекрасные. Они просто как игрушки, просто как игрушки. Откладываем их. Вот тут у меня маленькая пробирочка. Тиффани анткоши. Приятный аромат. Но, вы знаете, мне он понравился, я уже говорила, мне он понравился очень на старте. Потом этот старт как-то очень быстро с меня слетел и осталось, практически ничего не осталось. То есть я аромат, честно говоря, не поняла. Хотя, оформление, дизайн, ну, если вы посмотрите этот аромат во флаконе, он, конечно, очень красиво смотрится, очень красиво выглядит, если вы хотите его, например, подарить кому-то. Arpège Lanvan. Вот такой вот из 90-х уже, можно сказать, винтажная миниатюра, выгодно отличающийся от современной версии. У меня есть современный Arpège. Это, конечно, небо и земля. Здесь все более тонко, более цветочно, более как-то носибельно, я бы даже сказала. Великолепно. Если действительно хотите прекрасный Arpège, стоит, наверное, погоняться за вот таким вот винтажным маленьким флакончиком. Так. Дальше. Christian Dior. FIF. Ну, в общем, непроизносимое название. Самый гурманский аромат в линейке Christian Dior вот в этой вот, их эксклюзивной. Я знаю много ароматов у этого поклонников. Я не в числе. Не в их числе. Аромат слишком сладкий, ванильный, на мой взгляд, немножко плосковатый и, на мой взгляд, можно найти и в более дешевом сегменте что-то подобное. Но миниатюра очень симпатичная. Миниатюра очень милая. Может быть, я не права, может быть, его стоит носить где-то в холодную зимнюю пору, знаете, когда снежок, когда морозец, в шубках. Может быть, он будет хорош. Но при нашем климате он вообще просто никакой, к сожалению. Так, следующий аромат. Вот такой. Tiffany. Еще одна Tiffany. Аромат, по-моему, вот у Tiffany и Tiffany. Он так и называется. Обалденный, обалденный, бело-цветочный, ретро-звучание у него. Ну, просто кайф. Это просто какой-то невероятный кайф. Я его, честно говоря, не видела в продаже вот в большом флаконе. Вот у меня пока только миниатюра, видите, уже такая видавшие виды. Я ее купила вообще в аукционе за 5 копеек. Ну, 5 копеек, не 5 копеек, но, может быть, за доллар, да? Бесподобный. Бесподобный аромат Tiffany именно для тех, кто любит ретро, кто любит винтаж. Палома, Палома Пикассо, моя любовь. Ну, что это самый, ну, самый классный шипер во всем мире. Это Палома Пикассо. Это бесподобный аромат, это бесподобный красоты флакон, это икона. Это и... ну, это легендарный аромат легенда, аромат колдовской, аромат просто завораживающий аромат. Честно говоря, я не сверяла мою версию с современной, было бы интересно их сравнить, как они звучат. Мне кто-то писал, что и современный вариант вполне себе неплох. Надо будет как-нибудь ознакомиться. Ну, вот это, это шедевр, конечно. Дальше. Линтедит. Линтедит. Линтердит. Пардон. А Дживанши, я не знаю, можно ли считать это миниатюрой, потому что тут 10, по-моему, даже миллилитров. Такой, весомая такая миниатюра. Но, тем не менее, я вот решила ее показать. Это все-таки неполноразмерный флакон, это без спрея флакон, это вот такая вот маленькая версия. Ну, что, классный аромат, классный виноградный, изобродивший немножечко винный, такой окутывающий вас. Может быть, кому-то показаться излишне сладким, но тут такая приятная сладость. Тут нет сахара, тут именно какая-то вот фруктовая сладость, ну, виноградная, как я уже сказала, очень красиво. Очень. Так, Лулу. Конечно же, Лулу это шедевр. Лулу это шедевр. Как мне жаль, что они сменили флаконы. Вот классический флакон, на мой взгляд, он намного, конечно, красивее, чем вот современный вариант флакона Лулу. Но это прелесть. Это прелесть. Это для меня аромат-загадка. Аромат то чернилами пахнет, то какими-то сливами, то ликером, то дымом, то ладаном. Ну, вообще, я не понимаю, я не понимаю, что это такое, но аромат колдовской. Аромат колдовской, аромат прекрасный. Так. Нина Ричи. Нина Ричи. После яблочек мы идем к Нине Ричи. Аромат Нина в туалетной воде. Это, я так понимаю, уже винтажная версия. Мне ее подарили. Очень красивая, классичная вода. Очень красивая, очень цветочная, изысканная, элегантная. Ну, мне кажется, все-таки, да, для любителей винтажа, для любителей ретро. Если вы любите современные ароматы, вот как они звучат, вам, скорее всего, не понравится. И еще одна Нина Ричи. Посмотрите, какой красивый миниатюрный флакон с голубями, да. Ну, это просто любовь. Это просто любовь. Это классика. Это парфюмерный шедевр. Шедевр, как оформление, так и наполнение. Очень нежный, очень цветочный, такой хрупкий аромат. Хрупкий, изящный, вне времени, вне возраста. Ну, такой вот прям, знаете, супер, супер. Так, следующий аромат. Это Bottega Vinetta Eau de Velour. Eau de Velour мне нравится меньше, наверное, все-таки, чем классическая. Здесь классическая, она более терпкая, более какая-то, более классичная. Вот знаете, я бы ничего туда больше не добавляла. А если мы говорим об этом аромате Eau de Velour, здесь мы уже получаем к нашему классическому великолепию, на мой взгляд, ну, ни к чему не нужны вот какие-то ноты ягодно-ягодные. Я вот тут слышу ягоды. Ягоды, как вишня или такая черешня, знаете, сладкая, ликер вишневый. Вот что-то такое в нем есть. Не знаю, не уверена, права я или нет. На мой взгляд, это красиво. Но если бы не было классической, конечно, это было бы супер. Но, зная классическую версию, любя ее всей душой, как и люблю ее я, мне вот классическая все-таки больше близка. Итак. Мой любимый Calvin Klein One. Все время хочу купить себе все-таки опять большой флакон. Аромат моего, хотел сказать, детства. Ну, детства, перетекающего в юность. Давайте так назовем. Я не помню уже точно, сколько у меня было этих ароматов. Может быть, когда-нибудь расскажу историю своего знакомства с этим ароматом. Ну, это прекрасно. Это вот прям аромат. Я его все время вдыхаю и переношусь просто как на ковре самолете в свои какие-то года мое богатство. Простите за такую странную песню. Прекрасная, прекрасная органза от Givenchy. Аромат роскошный. Аромат роскошный. Аромат для меня исключительно вечерний. С очень красивой, эталонной, наверное, туберозой. Которая, мне кажется, задала тон вообще всем сейчас уже современным туберозам. Ну, может быть, я как-то немножечко заблуждаюсь. Но тубероза здесь очень красивая. Очень красивая. Вот все, как я люблю. Громкая, интересная. Ralph Lauren. Вот такой вот аромат, миниатюра. Очень летний. Он очень летний. Очень такой спортивный, я бы даже сказала. Аромат для теннисного корта. Вот поиграть в теннис, знаете. Или просто так быстрым шагом пройтись в парке. Делать пробежку. Сходить на фитнес. Может быть, на пилатес, на йогу. В общем, он какой-то такой для меня, вот знаете, почему-то спортивный аромат. Не знаю, почему. Свежий, немножечко пряный, красивый. Так. Два аромата Gucci. Gucci Gilti. Один для мужчин. А другой для женщин. И, честно говоря, мужская версия мне нравится намного больше. Ну, мне и женская тоже очень нравится, но если вот так подумать, я бы, наверное, купила бы мужскую и носила бы ее вместе с мужем. Gucci для меня эталонные сексуальные ароматы класса люкс. Вот, то есть, хотите такой подарок с намеком, может быть, сделать кому-то, берите Gucci. Gucci это вот прям такой вот, ну, такой вот, знаете, послание в бутылке. Они очень какие-то, вы знаете, животные, что ли. Такие вот прям зовущие ароматы, влекущие. Красивые. Мне нравится. Нравится Gucci еще со времен, конечно же, когда у них был Tom Ford. Следующие три аромата от Gucci. Здесь, честно говоря, секса вообще никакого нет. Gucci Blum в трех версиях. Вот такие бесподобные красоты флаконы. Gucci Blum. Gucci Blum. Пардон, сейчас. Gucci Blum. Парачки, что ли мне? Нетар дифьори. И Gucci Blum аква дифьори. Значит так. Ну, они, в общем-то, все из одной оперы. Все такие белоцветочные. Это более терпкая. Это более такая, знаете, уже на каблуках. Это все на плоской подошве. Из них из всех, наверное, первый классический. Мне как-то более близок, может быть. Но носить бы я их не стала, честно говоря. Потому что для меня, я уже говорила и писала, как будто бы, знаете, такое ощущение, что туда мне что-то не доложили. Вот не хватает мне в них драйва. Мне в них не хватает какого-то посыла, драйва, характера, может быть. Ну, ароматы хороши на каждый день. Как базовые ароматы. Наверное, они хорошо будут дружить с какими-то другими ароматами. Если вы мешаете, любите смешивать ароматы в течение дня, они будут хорошо работать. Ну, вот так, на повседневную хорошую базу, да, вполне себе хорошо. Также вот мне показалось, что эти ароматы хорошо бы подошли в качестве первого аромата для молодой девочки или девушки. Так что, вот такое у меня мнение. Но оформление, конечно, выше всяких похвал. Оформление просто потрясающее. Вот этот вот нюдовый цвет. Просто великолепен. Дальше. Живанши. Еще одна миниатюра вот такая красивая. Ангелы и демоны. Это версия Le Secret. Le De Parfum. Я, честно говоря, не поклонник ароматов ангелы и демоны. Но у меня они очень любимы моим сыном. Вот если мы заходим куда-то в магазин, он сколько раз уже мне показывает. Купи, говорит, этот, купи, этот. Вот они ему нравятся. Особенно классическая версия. А для меня, вот знаете, ну вот, как-то, видимо, не моя тема. Аромат красивый, шлейфовый, бархатистый. Такой вот, знаете, пряно... Давайте я обновлю его в памяти. Здесь, конечно, он отличается от классической версии. Здесь, мне кажется, больше каких-то, может быть, фруктовых, цитрусовых нот. Ну, красиво. Вообще-то красиво. Очень красиво. Надо повнимательнее к нему подойти. Еще раз. Следующий аромат. Алекситан. Нероли. Что-то там... Сейчас скажу. Нероли. Следующий аромат. Лекситан. Нероли и эндоркит. Нероли и орхидея. Ну, знаете, неплохо. Мне вот кажется, что это неплохо. Как такая водичка на лето. Он не очень стойкий, но, тем не менее, у него хорошая база. В базе он не превращается в шампунь или в что-то такое вот химозное. Вполне себе ничего. Вполне себе ничего. Вообще, Лекситан одно время была вообще моя самая любимая марка ухода и так далее. Вот с ароматами как-то у меня пока не складывалось. Но вот это вообще нормально. Вот это нормально. Очень даже. Так. Живанши опять. Далее Дивин. Классическая, по-моему. Я уже говорила, что у меня был этот аромат. И мама у меня его увезла. А он великолепный. Он великолепный, если вы хотите сделать вот подарок, даже если вы, например, не уверены, не уверены, понравится или не понравится. Если вы точно не знаете, ну, своему близкому человеку. Вот этот вот аромат, он в большинстве случаев, 90% из 100, он нравится. Он нравится. Он великолепно носится. Он красиво звучит на коже. У него просто невероятный шлейф. Мою маму даже, помню, останавливали и спрашивали, что на ней. Вот он какой-то такой влекущий, зазывный. Такой вот... Ну, классный. Очень классный. Далее Дивин. Вот именно классическая версия. По-моему, это классическая, если я не ошибаюсь. А может быть и нет. Вот такая. Вот такая вот с золотым. С золотым. Красивая. Так, следующая. Еще один представитель Гуччи. Гуччи Флора. Годжиус Гардене. Очень позитивный аромат. Вот прямо, знаете, такой позитив во флаконе. Позитивный, радостный, легкий, свежий, светлый, я бы сказала, цветочный. С примесью чего-то такого розового, радостного. Ну, знаете, когда мы в детстве в парках гуляли, там сладкая вата розовая, там какие-то, не знаю, мороженое, пироженое. Вот все вот это вот искрящаяся детская радость, восторг. Вот как-то вот в этом аромате, я не знаю почему, вот это все присутствует. Милый. Очень милый аромат. Конечно, я не буду покупать ее большой флакон. Но так вот побаловаться иногда под настроение, он очень клевый. Очень клевый. Следующий аромат. Трезор от Lancome. Трезор от Lancome. Знаете, я в нем слышу вот какую-то кремовость и какую-то, вы знаете, сливочную ноту. Я не знаю, что это такое. Вот он для меня как миндальное, как крем для тела миндальный, например. Хотя я не знаю, есть там миндаль или нет. И как вот как в миндальном аромате, я его не слышу. Такой классический миндаль. Но тем не менее, вот что-то в нем есть. Он прикольный. Он прикольный, наверное, конечно, не то слово, дурацкое слово. Простите меня, любители этой прекрасной классики. Это классика. Это классика. Это такое прочтение женственности. Очень мягкий аромат. Очень такой, как я уже сказала, кремовый. И аромат немножечко мне напоминает реально, вот как пахнет уходовая косметика. Такой дорогой, дорогой уход. Вот что-то такое в этом есть. Мне не нравятся фланкеры, трезор, вот многочисленные. Вот первые, конечно, классика. Это хорошо. Сразу хочу сказать, никогда я его себе не куплю. У меня мужу он категорически не нравится. Вот прям, знаете, бывают ароматы, которые фубе. Вот у него почему-то трезор, он так реагирует на него. Следующая миниатюра, это Миркл от Ланком. Классика жанра. Вот для меня это аромат холодный. Не знаю почему. Такие холодные белые цветы. Элегантная очень женщина. Девушка такая вот прям с остальным характером, можно сказать. Не знаю почему. Но вот он для меня не греет, он для меня не теплый. Даже не в плане там гурманики или звучания. Вот просто вот он для меня вот такой отстраненный, холодный аромат. Не знаю, с чем это связано. Может быть, когда-то я была знакома с кем-то таким вот, кто носил Миркл. И вот что-то такое было. Но вот для меня Миркл от Ланком – это именно такая история. Еще один аромат от Givenchy. Мне очень нравилась классическая Мадемуазель Givenchy. Вот она такая была в то время какая-то вау. Знаете, такой аромат был ни на что не похожий. Ну, знаете, вот все ароматы Givenchy имеют свою базу. Вот такой ДНК, да. И вот на тот момент вот этого ДНК именно в аромате Мадемуазель у Givenchy почему-то не было. Не знаю почему. Я, мне помню, так нравился. Мне нравился и флакон. У меня был большой. Мне нравился и флакон, и содержимое. А вот эта вот версия, она не такая яркая, конечно. Та была вот просто вот взрыв эмоций каких-то для меня. Ну, это уже такое более облегченное. Вообще, я пришла к выводу, что все вот фланкеры, они, как правило, хуже исходника, скажем так. Прекрасная наис-анайс от Cacharelle. Такой, знаете, пудровый какой-то вот детский невинный аромат. Белый, белого цвета, махровых белых полотенец, каких-то, может быть, ну, не знаю. В общем, что-то в этом есть. Аромате вот прям детское, знаете, когда вы ребенка купаете, он еще маленький. Вот что-то такое вот детские чувства приятные. Следующий аромат Givenchy Very Irresistible. Это туалет. Прекрасная, я помню, была рекламная компания с Leaf Tyler. Она была в такой красивой, помню, шляпе. Я так хотела эту шляпу, но шляпы это нигде не продавали на тот момент. Сейчас шляпы очень популярные стали. Но вот когда был этот аромат Very Irresistible, классический только вышел, шляп не было. Ну, я прям мечтала. Мечтала, помню, аромата не было, но шляпу хотела. В общем, аромат классный. Аромат, ну, даже вот этот хороший в туалетной воде, он, ну, он вот прям для меня, он, знаете, корзинка с ягодами. Это ягодность, это цветочность, это сладость, терпкость. Ну, вот немножечко похож для меня он на... Давайте. Я еще раз. Не знаю, есть это или нет. Ну, вот когда варенье варите летом. Вот для меня он летний жаркий день, и вы варите варенье. В общем, ягодность какая-то в нем есть, такая приятная, свежая, такая растертая, может быть, с сахаром. Очень классный. Очень классный, очень вкусный. Прям его люблю. Вот такая вот замечательная коробочка миниатюр французская ривьера, парфюмы французской ривьеры. Вот так она выглядит. Парфюм с де Франс. Вот такие здесь очень милые миниатюры. И знаете, я, честно говоря, их все пыталась разнашивать и как-то вот с ними ознакомляться. Пардон, уже заговорилась. Узнать о них что-то больше. На фрагрантике не нашла никакой информации. Но они все очень ретро, очень цветочные, очень такие прикольные. Но мне кажется, уже ароматы настоялись и утратили ту легкость, которая, наверное, им была присуща когда-то. Сейчас это такой немножечко тяжелая артерия, несмотря на то, что они, в общем-то, все о цветах. Но я рада, что у меня есть этот набор. Может быть, когда-нибудь о нем расскажу более подробно. И вот такой набор миниатюр. Тоже французские ароматы. Значит так. Об этом аромате это вообще отдельная история. Кабошар от Гресс. Прекрасный ядерный аромат. Карвен. Не Турбуленс. Нет, я уже с Луи Виттоном путаю. Простите, Турбуленс. А нет, Турбуленс. Классный аромат. Слушайте, они все, вот эти, кориандр, карден, гресс, они все очень туда. Очень винтажно звучат, очень ретро, специево, сильно, мощно. Ну, просто, вы знаете, если вы их наносите, то это вот прям зелье. Это зелье, которое ничем уже не перебите. Звучание у них классное. У них очень хорошее звучание. Все еще они не испортились в прекрасном состоянии. Дальше. Парфюм Бербери Боди. Ну, не знаю, с Бербери ароматами у меня, ну, не то, что они сложились. Нет. Ну, вот как-то они для меня немножечко все однотипные. Вот я знаю, у меня было одно время у подруги вот этот аромат Боди. Он ей очень шел. На мне это вот, ну, просто какая-то вот невнятная штука, ни о чем. Ну, аромат похож на очень многое. Ну, красивый такой, конечно, на каждый день. Ну, не знаю, если, мне кажется, выбирать, то лучше взять что-нибудь из Гуччи. Ну, это я уже так, свое мнение. И дальше три аромата тоже будут от Бербери. Вот так вот они выглядят. Я рядом с собой поставила еще коробки, чтобы не спутать вообще, что с чем едят. Мне нравится больше всего вот этот аромат. Этот аромат называется Брит. Брит. Он очень круто пахнет, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, имбирем. В общем, он то имбирно, лимонно, лаймово. Очень красивый именно на старте. Может быть, базилик там есть, может быть, что-то такое. Старт у него просто потрясающий. Вот именно, знаете, ритм города зажигает. Аромат просто реально жжет. Но потом вот он как-то пропадает, вот это вот приятное стартовое взрыв и свежесть, скажем так. И аромат немножечко смывается, что ли, как-то размывается уже впечатление. Так, это аромат у нас Бербери Ландон. Вот так вот он выглядит. Вот так вот. Бербери Ландон. Все вот эти три, они вот какие-то вот прям для меня одинаково звучащие показались, я помню. Ну, вот то же самое. Здесь уже, наверное, больше цветочков. Ну, вот все ароматы вот эти Бербери, они были бы прекрасно в дождь. Я уже говорила об этом, о ароматах, которые хороши в дождь. Вот все вот ароматы, может быть, кроме Боди, они были бы классно в дождь. И вот эта версия, эта версия вот такая. Ритм. Брит. Ритм. И здесь, знаете, как будто бы вот к этой лимонности и лаймовости добавили еще ягод. Вот что-то такое в этом есть. И заключительное, я вас, наверное, уже утомила. И заключительные мои миниатюры, вот такие вот красивые, это миниатюры от бренда Миколев. Значит так, что у нас здесь? Спайси. Это великолепный аромат, заявлен как мужской, но мне кажется, это вообще абсолютно не важно. Особенно в этом конкретно данном случае. Это просто куча специй. Это громкие шлейфовые ядерные специи. Если любите специи и ароматы, обратите внимание вот на этот аромат Спайси от Миколев. Он прекрасный. Он прекрасный. Следующий аромат. Они, видите, все по-одинаковому оформлены, только вот название идет здесь. И мир. Вот этот, он заявлен мужским. Я бы, наверное, его все-таки отнесла к мужским. Потому что сколько раз я пробовала его, помню, носить. Он, ну, он такой, вы знаете, немножечко плохо, наверное, так говорить. Пахнет одеколоном. Одеколоном пахнет вот такими средствами после бритья или еще что-то. Но на мужчинах, конечно, это раскрывается совершенно по-другому. Аромат красивый, аромат строгий, статусный, дорого звучащий, дорого-богато. Красивый шлейф. Очень классный. Очень классный, но, повторюсь, все-таки мужской. А следующая миниатюра это Royal Vintage. Надо мне обновить свои впечатления. Да, это тоже мужской аромат. Ну, слушайте, у Николев вообще разделение идет конкретное. Мужской, женский. Ну, это уже вам выбирать. Здесь он пахнет соленым морем, специями. И немножечко, наверное, знаете, камнями, мне показалось, разогретыми на солнце. Классный, классный аромат. Я бы, наверное, его носила бы тоже. Почему нет? Почему нет? Под определенное время года, под определенное настроение. Royal Rose Ud у меня есть в большом флаконе. Это роза с удом. Ну, королевская такая, знаете, роза. Маслянистая. Вот такая красивая, бордовая, богатая роза с удом. Уд тут очень ярко звучит. Но мне нравится сочетание розы и уда. Это такое классическое уже, да, стало сочетание. Аромат очень, очень яркий, очень стойкий, очень шлейфовый. Будьте с ним аккуратны. Вслепую я бы тоже не рекомендовала его брать, потому что мне все-таки надо на коже его обонять. У нас он прекрасно раскрывается. Royal Rose Ud в жаркую погоду. Летом я его носила. Помню, даже в какой-то Новый год я была в нем. Великолепный, великолепный аромат. Так, и последняя миниатюра от Mikoliv. Такой красивый у него цвет. Авангард. Авангард очень красивый аромат. Он, по-моему, идет в черном таком круглом флаконе. Ну, тоже, по-моему, он у них считается мужским. Но у меня он ни разу не кажется мужским. Он чистый юнисекс, очень ладно скроенный. Реально аромат для вас двоих, для пары необыкновенный. Он необыкновенный. Я вот сравнивала, помню, этот аромат с разными, ну, ароматы мужские, с разными мужскими типажами. И вот аромат авангард я почему-то вот сразу вспоминаю Дэвида Боуэй. То есть аромат реально какой-то такой немножечко космический, немножко авангардный, современный. Такой вот, знаете, вот просто когда вы видите в галерее что-то такое странное, но крутое. Вот это вот об этом. Давайте. Ну, тут специи. Здесь какие-то, мне кажется, травы. Здесь, может быть, лакрица присутствует. Бесподобно. Бесподобно, бесподобно. Ну что же, это были все мои миниатюры. Вот такой получился очень длинный обзор. Пардон, у меня еще тут вот одна завалялась. Аурон Эвлер я хотела вам показать. Это такая вот вещь интересная. Ручка. Вот такая вот ручка. Мы ее вот так открываем. И к этой ручке идет вот такое вот масло. Чистый парфюм аромат. Он уже подтекает. Честно говоря, надо мне его вылить. И вот вы заливаете ее в эту ручку и вот так вот намазываете. По-моему, очень прикольно. И на этой волшебной космической ноте я хочу закончить мое видео о моих миниатюрах. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы не заскучали. Все. Всем пока. С вами была Ленка Блок. Чао-чао. Пока.